ДТП в оперативные сводки нашей республики попадают практически ежедневно. Как сделать наши дороги безопасными, об этом и не только, мы поговорим со старшим помощником прокурора Хакаси по взаимодействию со СМИ и общественностью Оксаной Зайцевой. Оксана Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Скажите, что предпринимает прокуратура для того, чтобы наши дороги стали безопасными как для автолюбителей, так и для пешеходов? Органы прокуратуры республики, не подменяя полномочий органов ГИБДД, проводят надзорные мероприятия, которые направлены на выявление, пресечение, предупреждение нарушений именно в сфере безопасности дорожного движения. Прокуратурой обеспечен постоянный мониторинг состояния законности в данной сфере правоотношения. проводятся соответствующие проверочные мероприятия. Особое внимание обращено на принятие именно уполномоченными органами мер по выявлению нарушений в данной сфере, в том числе и их влияние на состояние аварийности и смертности на автодорогах. Что следует сказать, что, например, в минувшем году прокуратура Усть-Ибаканского района была проведена проверка, было установлено, что администрация опытницкого сельсовета не были разработаны и утверждены проекты и схемы организации дорожного движения для автомобильной дороги, которая проходила вдоль 16 улиц данного населенного пункта. Устранение нарушения было потребно прокурорам во внесенном главе сельсовета представления, однако фактически нарушения не были устранены. В связи с этим прокурор обратился в суд с соответствующим исковым заявлением. Судом требования прокуратуры были удовлетворены. На муниципалитет была возложена обязанность устранить допущенное нарушение. Для ответчика был установлен срок для устранения нарушения. Это окончание текущего года, поэтому на сегодняшний день прокуратурой района фактически осуществляется контроль за фактическим исполнением судебного решения. Скажите, а вот сфера перевозки пассажиров попадает под надзор прокуратуры? На постоянном контроле прокуратуры находятся вопросы организации осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки детей. Перед началом нового учебного года, который на сегодняшний день фактически уже завершается, это учебный год 2022-2023 годов, особое внимание прокуратуры было обращено на транспортную доступность и безопасность школьных маршрутов, на соответствие тех транспортных средств, которые осуществляют подвоз детей в образовательные учреждения. В целом, если говорить о результатах данной проверки, то вопросы организации перевозок детей на территории нашего региона соблюдаются. Вместе с тем, в отдельных муниципальных образованиях, в образовательных организациях были выявлены нарушения, связанные с удовлетворительным состоянием транспортных средств, в которых осуществляется перевозка детей. К примеру, прокурор Таштыбского района в ходе проверки установил недостатки при техническом осмотре школьных автобусов, которые эксплуатировались тремя образовательными организациями. По требованию районного прокуратуры были пройдены соответствующие техосмотры, ну и получены, соответственно, диагностические карты о соответствии данных транспортных средств техническим требованиям. Кроме того, проводились выездные проверки по состоянию именно подъездных путей, маршрутов следования, школьных автобусов к образовательным учреждениям. Здесь также нами были выявлены недостатки уличной дорожной сети. Это и отсутствие дорожных разметок, отсутствие светофоров, искусственных неровностей и иных технических средств, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. И вот сейчас у нас наступает летний период времени, и здесь также прокуратура держит вопросы безопасности перевозки детей, в том числе и к местам отдыха их, то есть в детские лагеря, на своем контроле. Нам с детства твердили пьяный за рулем преступник, но тем не менее опять попадаются сводки, мы смотрим, что либо в состоянии алкогольного опьянения, либо наркотического опьянения люди есть. А вот кто следит за состоянием трезвости водителей за рулем? Конечно же, в первую очередь пресечение нарушений, правил дорожного движения, в том числе водителями, которые находятся в состоянии алкогольном, либо наркотическое опьянение, это, конечно же, прерогатива органов ГИБДД. Что касается прокуратуры, да, как мы тут взаимодействуем, как мы осуществляем надзор, в данном случае можно привести пример, что мы подключаемся в какой части? Мы ставим вопрос, когда видим, что имеются основания о прекращении права управления транспортными средствами у лиц, которые имеют медицинские противопоказания к управлению транспортным средством. В данном случае это может быть заболевание, алкоголизм, наркомания, отдельные психические расстройства. В данном случае в рамках своей надзорной деятельности, если нами выявляются такие факты, мы понуждаем в судебном порядке граждан и прекращаем у них право управления данными транспортными средствами. Но за последние несколько лет в суды республики прокурорами как городов, так и районов было направлено более 30 таких исков. Все требования прокурора были удовлетворены. Скажите, а много ли, скажем так, людей, которые первый раз поймали в состоянии алкогольного опьянения, потом второго, много ли повторников, назовем их так, регистрируются в Хакайси? Управление транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, если это совершается в первый раз, это говорит о том, что наступает административная ответственность для правонарушителя. И данные административного правонарушения ежедневно фиксируются сотрудниками ГИДД. Если водитель второй раз позволяет себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, то здесь уже стоит вопрос об уголовной ответственности. В данном случае это статья 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я хочу отметить, что данная статья была введена с июля 2015 года, то есть она действует уже практически на протяжении 8 лет. И вот я подготовила с собой статистические данные, если говорить о цифровых показателях, то вот, например, за 2016 год таких преступлений было зарегистрировано 1170, а за 2022 год 709. То есть мы наблюдаем определенную тенденцию снижения регистрации таких преступлений. Ну вот если за 4 месяца уже текущего года, то речь идет о 220 таких преступлений. То есть можно ли говорить о том, что порицание общества, ужесточение закона играет свою роль? Да, наверное, можно об этом сказать, потому что введена, во-первых, была вот эта статья, да, введена именно уголовная ответственность за данное противоправное деяние. Ужесточается санкция данной статьи, то есть ужесточается именно уголовное наказание. При рассмотрении в судах данных уголовных дел государственные именители, прокуратура республики, ориентируют суды на применение к злостным нарушителям, да, именно уже самого жесткого наказания, это реального лишения свободы. И такие приговоры судов у нас имеют место быть, они выносятся. Кроме того, сейчас у нас также в прошлом году была введена норма о применении конфискации транспортных средств при рассмотрении уголовных дел данной категории. И вот мы подводили анализ, да, практики применения данной меры уголовно-правового характера в виде конфискации транспортных средств, то было установлено, что судами республики уже такая мера уголовно-правового характера применена в отношении 63 лиц, то есть жителей республики. То есть 63 машины изъяли. Фактически, да, это вступившие в законную силу судебные решения, которые подлежат исполнению. Транспортное средство будет конфисковано в собственность государства. Оксана Ивановна, к сожалению, время стекло. Спасибо огромное, что нашли время и пришли в студию РТС. Вам спасибо. Спасибо. Это была программа «Вопрос дня». В студии работал Эдуард Иванов. Всего доброго. Продолжение следует...